Более 21 миллиона гривен было потрачено в Белгороднестровском районе в 2013 году на строительство и ремонты объектов, относящихся к социальной сфере. Деньги из бюджетов всех уровней, а также привлеченные средства. В перечне 463 наименования. Успели выполнить не все, рассказали на заседании районной администрации. Запланированные работы продолжаются. Однако, по оценке начальника отдела строительства, данный результат самый лучший за последние 7 лет. Одно из самых значимых достижений – ремонт и установка внутренних туалетов в школах района. С помощью предпринимателей, фермеров, сельских советов, коллективов школ, а самое главное – родителей, учеников, в предыдущей стройке были обустроены все туалеты, несмотря на финансовые сложности и погодные условия. Для сравнения, обустройство теплых туалетов Широковской ЗОЖ стоило бюджету 127 тысяч гривен. Мы потратили на 19-18 туалетов всего 382 тысячи. Все остальное за счет спонсорской помощи, за счет работы родителей, ну и коллективов, конечно же. Частично были отремонтированы и дороги района. Ямочным способом восстановлено порядка 8 километров путей. Всего на ремонтные работы потрачено, как сообщили в отделе капитального строительства, 3-4 миллиона гривен. Помогли фермерские хозяйства, вложившие в проведение дорожных работ 380 тысяч гривен. Однако, не скрывают районные чиновники, не все намеченное успели выполнить. Состояние автодорог пока трудно назвать удовлетворительным. Освоить все объемы, что были запланированы на территории района. Это и трасса Бугансовский Монаши, это трасса Бугансов, Одесса Николаевка, Желтый Яр. Руководство района признает, во многом благодаря помощи спонсоров, фермерских хозяйств, предприятий, в районе было осуществлено множество ремонтных, строительных и восстановительных мероприятий. Постоянно и активно участвует в развитии Бессарабии и народный депутат Украины Виталий Барвиненко. На протяжении 2013 года он постоянно оказывал поддержку школам, медицинским учреждениям, домам культуры и библиотекам Белгороднестровского, Татарбунарского и Килийского районов. Так, в восьми населенных пунктах усилиями Виталия Барвиненко оборудованы детские площадки и группы в дошкольных учреждениях, спортивный зал для школьников. Под особым покровительством депутата Барвиненко находятся медицинские учреждения, получившие только в 2013 году техническую помощь на несколько миллионов гривен. Социальная сфера остается приоритетной и в 2014 году.